Свою работу Клуб Родник Вдохновения начал в далеком 1998 году. Со дня основания Нина Петровна посещает встречи и отмечает, что это объединение стало частичкой ее жизни. Здесь они делятся и приятными моментами из жизни, а иногда и горькими, ведь все плохое вместе пережить легче, говорит пенсионерка. Здесь собираемся не только пообщаться между собой, но отмечаем, здесь у нас бывают Библии ночи, мы проводим здесь читательские конференции, фильмы смотрим. Дети наши из школы приходят, девочки со всеми нашими мероприятиями, ко всем нашим мероприятиям. И сегодня еще такое мероприятие Александра Романовна предложила, конкурс, кулинарный конкурс. Вот здесь принесли на конкурс у нас свои изделия. Вот мое изделие, это торт, но он необыкновенный торт, он состоит чисто из овощей. Там кабачки, светла, морковь, все слоями, яблоки, виноград, слоями сложено и все, и огуртом переложено. Для гостей мероприятия была подготовлена программа из творческих номеров учащихся школы села Никола-Березовка. Организаторы продемонстрировали слайды о деятельности клуба. Сами же представительницы объединения выступили со стихотворениями и пожеланиями. Множество профессий имели. Рабочие – это ИР, а теперь звание одно – мы пенсионеры. Традиционно в рамках празднования Дня пожилых людей районный женсовет совместно с районной библиотекой проводит мероприятие для родника вдохновения. Это поэтический клуб, который посещают женщины как раз преклонного возраста. Основной состав представлен хором ветеранов. Это творческие, необыкновенные женщины, которые поют, пишут стихи, увлекаются историей, увлекаются песней, увлекаются живописью, музыкой. Поэтому общаться с ними всегда огромное удовольствие. И сегодня мы проводим конкурс, конкурс на лучшее приготовление блюда. И я уверена, что они и в этот раз блеснут своим мастерством. Во время того, как участники были заняты душевными разговорами, жюри оценили блюда, но не смогли определить безоговорочного победителя. Поэтому первое место поделили между собой Татьяна Манякина со своим необычным блюдом под названием «Лесная поляна» и Нина Павликова со своим оригинальным тортом. Победители и участники были награждены призами и памятными подарками. Встреча продолжилась чайпитием и песнями в исполнении пожилых посетителей клуба. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои немного грустные и глаза и песни русские.